Всем привет! С вами Вера и я очень рада видеть вас на своем канале! Сегодня видео посвящено обычным детским фломастерам. Я расскажу 5 самых необычных фактов и наблюдений об этом самом простом предмете для рисования для детей. Фломастеры, которые сегодня у меня в обзоре, имеют два вида пера. Толстая и тонкая, почти как у маркеров. И первое, о чем хочу рассказать, зачем фломастеру отверстия в колпачке. Дело в том, что по российским и иностранным стандартам они необходимы, так как фломастеры предназначены для маленьких детей, которые могут случайно проглотить колпачок фломастера. В случае попадания в дыхательные пути, колпачок с отверстиями даст возможность ребенку дышать до приезда врачей. В своем предыдущем ролике я советовала использовать фломастеры как недорогой аналог акварельных маркеров. Но фломастеры не размываются полностью. Но выход есть. Просто набирайте пигмент прямо с кончика фломастера и рисуйте как акварелью. Тогда рисунок будет выглядеть именно таким, как если бы его рисовали акварельными маркерами. А еще интересно то, что фломастеры можно разбавлять водой, но только лишь один раз. Если он повторно у вас высохнет, его можно выбрасывать, так как если вы еще раз разбавите его водой, он просто будет менее ярким. Еще один любопытный факт. Качественные фломастеры должны выдерживать нагрузку до 50 кг давления. Это значит, что если вы будете сильно-сильно давить на перо фломастера, оно не должно ввалиться в корпус или поломаться. Продолжительность письма самого обычного фломастера больше 700 метров. Толстый наконечник фломастера можно использовать для леттеринга, как это делаю я. И напоследок, фломастеры очень хорошо сочетаются с карандашами. Поэтому если у вас большая площадь для закрашивания, вы можете сначала покрыть ее фломастером, а сверху подкорректировать все несовершенства карандашом. В этом смысле фломастерами можно пользоваться, как некоторой заменой маркером. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо! Пока!